Добрый день. В новостных лентах прошло сообщение о том, что американские исследователи обнаружили, что шизофрения якобы вызывается инфицированием человека токсоплазмой Гонди. Ну, надо сказать, что на эту тему мы уже говорили в нашем видео, которое было посвящено 3-м килограммам паразитов в мозге. Смотрим ссылку на экране. Но, поскольку опять эта новость появляется, придется повторяться. Ну, во-первых, о несчастной токсоплазме. Носительством токсоплазмы обремена значительная часть населения нашей страны, не только нашей страны, но и всего населения мира. Причем в разных странах процент этих носителей очень сильно разнится от 50-70% в одних странах до буквально 2-5% в других. Казалось бы, если действительно именно инфицирование этой токсоплазмы может вызывать шизофрению, то, соответственно, уровень заболевания шизофрении в тех странах, где токсоплазмоз распространен, должен быть крайне высоким. Там, где его почти нету, то, соответственно, и уровень шизофрении должен быть крайне низким. Тем не менее, уровень шизофрении в странах с высоким уровнем распространения токсоплазмы и в странах с низким уровнем распространения этого паразита практически одинаков. Это раз. Во-вторых, собственно, в исследованиях было отмечено, что у одного из пяти шизофреников, то есть у 20% шизофреников, наблюдается как раз-таки наличие носительства этой самой токсоплазмы. А у остальных четырех, что же такое? То есть, говорить на основании тех данных, которые были представлены в исследовании о том, что токсоплазма является причиной возникновения шизофрении как заболевания, абсолютно некорректно. В лучшем случае можно предположить, что носительство токсоплазмы и заболевания шизофрении имеет некую связь. Причем совершенно не обязательно именно токсоплазма является первичной шизофрении, а вторичной. Может быть, оказаться и так, что, наоборот, больные с шизофренией в силу изменяющегося метаболизма имеют более благоприятные условия для того, чтобы токсоплазма у них обитала и они имели, соответственно, носительство этого паразита. Таким образом, в очередной раз мы сталкиваемся с мегаоткрытием, которое на самом деле звучало уже неоднократно про токсоплазму, как про токсоплазму шизофрении говорили уже и 20, и 30 лет назад. И, тем не менее, за все эти годы никаких более или менее доказательных материалов, подтверждающих эту гипотезу, ее нельзя назвать даже теорией, до сих пор не возникло. Так что мы имеем очередное исследование, но пока без каких-либо практических, ну и даже теоретических, в общем-то, результатов. Спасибо за внимание, всего вам хорошего. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте mednauka.net и нашем канале на портале youtube.com